Праздничное мероприятие посетили ветераны и герои труда. Они смогли услышать песни военных лет, встретиться со знакомыми, друзьями и вспомнить прошлое. Раис Буранбаев проработал на брикетной фабрике в общей сложности 17,5 лет. По его словам, вспоминается о тех временах только хорошее. Работали дружно, интересно было работать. На работу как-то легко шли, с удовольствием работали. День шахтера обычно на стадионе, праздник же был хороший, соревнования и концерты все время. На стадионе все время это помню. Вместе с концертом на площади проходила акция «Кумертау-Шахтерский», где каждый мог записать известные ему персональные данные о первостроителях, своих родных и близких, работавших на предприятиях при строительстве города, в книгу памяти. Акция была организована для увеличения архивных данных в преддверии двух юбилеев – исполнении поселку Шахтерский через год 70 лет и 65 лет города Кумертау через два года. Валентина Солдатова приняла участие в акции, внеся в архив данные о своей маме, работавшей на Кумертауском разрезе с 1961 года, и о своем соседе, почетном шахтере Башкирской АССР Тихоне Бигбаеве, проработавшем на городском предприятии машинистом роторного экскаватора. Я в свое время тоже пыталась устроиться в Кумертауский разрез. Это было престижно. Мне, к сожалению, тогда не хватило лет. Там с 18 лет тогда принимали. Там напряжение 5000 вольт. А мне было всего 18 лет до кончения школы. Но потом уже судьба меня увела из города, я по другой специальности работала. В продолжении концерта гостей мероприятия поздравил Юрий Куров, заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре. Также он вручил благородственные письма за заслуги и достижения работникам предприятия «Башкир-уголь». Хочу поблагодарить вас за тот труд, за ту самоотверженность, которую вы проявляли в самые тяжелые послевоенные годы. Хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Будьте счастливы, чтобы жизнь и город вас радовали. О предприятии «Башкир-уголь» были сотрудники, отзываются с большим теплом. Сергей Медведев проработал в организации 7 лет и с удовольствием вспоминает о том, как благодаря этой работе в командировках сумел увидеть почти весь Советский Союз. Очень хорошее воспоминание именно про те 7 лет, которые заработал в «Башкир-угле». Очень дружный, взащенный коллектив, который поставил меня на ноги, меня определил уже в жизни. Очень жало, конечно, что сейчас он мог расформироваться, но тем не менее. Многие из тех, кто работал на городских предприятиях, уезжали из Кумертау по различным причинам. Надежда Ветрова, закончив Кумертауский горный техникум, по распределению попала на брикетную фабрику, а после, через 4 года, была направлена от предприятия «Башкир-уголь» в горный институт в Ленинград. Но не вернулась в Кумертау, выйдя замуж. А сейчас старается чаще бывать в городе, навещая маму. Она работала диспетчером в ДСО, это отрабинное сортировочное отделение. А я распыкаю, это слушательный прессовой корпус. Там уголь идет, его сушат, и уже брикет готовый отправляем. Я не знаю, мне так нравилось работать. Я прям вот, ну вот, знакомых я не вижу, потому что, знаете, уже много лет прошло. Мы-то уже состарились уже, а молодых я никого не знаю. Я когда приехала сюда очередной раз и увидела, что брикетной нет, лахать хотелось. Чувствую. Завершилось мероприятие ярким и красочным выступлением детского творческого коллектива. Не танцуй, это слишком круто, не танцуй, это слишком круто. Просто не танцуй, взрослый, стой и не танцуй. Просто. Ты можешь сделать потише, я все равно это слышу.